Прогноз для весов на февраль 2024 года. Что ожидает наших весов? Так, значит, мне показывают картинку. Сани, такие старинные, красивые. Вот не просто вот сани такие, знаете, засыпанные сеном, а вот именно такие резные, такие типа как боярские сани. Вот красивые, но не запряженные лошадей, запряжки нет. Вот просто сани показывают, и эти сани находятся на зеленом лугу. Вот зеленый луг и сани. Что это обозначает? Значит, для весов. Это зеленая трава, это говорит о том, что это какая-то прибыль вам будет. Вот зеленый луг, зеленая трава, это финансы, финансовая прибыль. Сани говорит о том, что вы долго шли к этому финансовому успеху. Здесь у каждого может проиграться по-разному. То есть финансовый успех, это значит получить новую работу, повышение зарплаты, какой-то выигрыш, какой-то подарок вам дорогой. Ну, лотерею выиграли. То есть вы долго, как бы вот эти сани, вы долго их запрягали, и вот наконец-то вот запрягли. Вот остановились, и вот эта ваша остановка не для дальнейшего плавания, а именно вот в этом месяце какая-то финансовая прибыль. То есть сани стоят на месте, без движения. Что нам рассказывают карты Таро? У меня Таро снов. Так, для весов. Вытаскиваем карту. Карта Жрица. Жрица. Карта Жрица идет. О чем она нам говорит? Карта Жрица, смотрите, здесь вот тоже как бы луна. Луна наверху находится. Два таких вот как бы выбора пути, что вы долго стремились к этому финансовому положению. И вот в середине, смотрите, зеркало еще. То есть это говорит как бы отражение ваших, ваших трудов в вашем зеркале. Сколько сделали добра, столько вы получили в ответку. То есть как зеркало вам пришло обратно. Дело в том, что в финансах и вообще в жизни вот как-то так вот есть система такая, что это от нас не зависит. Нужно сначала, прежде чем получить что-то, нужно сначала отдать. И потом это как зеркало к вам возвращается. Так что это написано и в Библии, и в Коране. Отдать это не значит что-то вот финансово отдать, да, деньгами, да. Это и доброта, это и какой-то совет, и в какой-то сложной ситуации поддержать человека. Ну вот такое. И тогда вам вернется старица. Есть такие даже поговорки, что вам возвращается старица. Если вы украли, то у вас, с вас возьмут в пятикратном размере. Так что творите добро, помогайте людям. И как бы у вас вот сомнения какие-то. Как бы вроде как бы финансы пришли, и в то же время вы думаете, правильно, неправильно вы поступили. Если к вам пришли финансы, ну неважно в какой интерпретации, я же говорю, это может быть повышение зарплаты, дорогой подарок, какая-то оплаченная поездка куда-то вам, оплатили поездку куда-то. Вот это все как бы привалило к вам. Так что не переживайте, это все вернулось к вам. То, что вы длительный период времени творили, делали дела, в общем делали хорошие дела, добродетели. Так, что нам теперь по картам Ленорман для весов? Вот карта Ленорман. Что нам теперь весы? Для весов. Значит, 12, карта 12, совы. Ну это говорит о том, что совы это такая тоже как бы ночная птица, что там луна на тех картах. Как-то получается для того, чтобы вот что-то получить, вы перерабатывали, вы тратили свое время. Возможно, даже вот после работы что-то делали то, что уже устали и, ну как вот называется, фрилансы, да? Вот, подрабатываете на фрилансах. Или вот надо каким-то там кому-то прийти после работы и помочь еще. Вот, то есть какая-то такая вроде как бы вечерняя возня, переработка-то, брали на себя больше смен. Ну вот как-то так, это вот все для весов выходит в феврале месяце, но они окупаются. То есть в начале вы февраля можете вложить, а в конце февраля получить. И такое. Ну это как бы мудрый сова, это еще мудрость, мудрая птица. Так что это вам как бы урок за ваши добродетели. То есть вы проходите урок и видите наглядным примером, что все, что хорошее вы делаете, оно к вам возвращается. Так, это для весов. И вот так. Посмотрим финансовые двери. Это карта второй двери. Так. Ну значит посмотрим, что для весов будет открыто. Вот так как идут, как бы больше по всем картам идут финансы, финансы, финансы. Посмотрим, открыта ли дверь для поступления к вам финансов. Вот карта дьявола. Карта дьявола. Это говорит о том, что карта дьявола, она проигрывается так, что вам-то придут, потому что здесь мужчина и женщина держатся за руку. То есть то, что вы делали, к вам вернется. Вернется, но будет такой соблазн. А вот вам пришел, например, лотерейный билет, вы уже выиграли, все. А вы захотите еще вот, типа вот, давайте еще куплю один лотерейный билет. То есть уже чересчур, такой как соблазн. Вам вроде дадут, а вам покажется мало. Вот, например, на работе зарплату повысит, а вы скажете, а вот мне не надо там 50 тысяч получать, ну давайте там 70 тысяч. То есть вот такое. То есть будет соблазн попросить больше. Вам привалит наследство, например, какое-то. А вы скажете, ну давайте, этого мало дайте мне еще по наследству. Вот вам, например, одна третья от квартиры, да. А вы скажете, нет, 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 мне надо одна пятая, одна четвертая. То есть моя большая доля. То есть вот так оно, дьявол, он как бы соблазняет. К вам финансы идут, но он как в соблазнении. Так в вашей судьбе он проиграется именно в феврале месяце. Так что смотрите, не соблазняйтесь на это все. Берите то, что вам приготовила судьба. И это вам будет достаточно. Поверьте, если вы схватите больше, чем положено, вас потом заберут обратно. Так, и теперь карты, называются они карты послания стихий. Так, посмотрим, что эти карты послания стихий для весов. Так, я еще не посмотрела эту карту. Сейчас я ее посмотрю. Так, что это за карта? Тройка земли. Это сотрудничество, семья, верность. Традиции и обязательства сохраняются. То, что важно, не разрушайте. Как обычно, на этих картах у меня плохо видно. Традиции и обязательства сохраняют то, что важно. И не разрушайте. То есть, получается, традиции и обязательства сохраняют то, что важно. Ну, в принципе, получается, вот то, что вам положено, то, что важно, сохраняйте это все. А то, что сверх меры, это уже не полезно. И вот не разрушайте. получается то что вам дали сверх меры больше нельзя платить просить иначе разрушится все что даже было положено это на карта удачи вам весы не поддавайтесь соблазну дьявола берите то что вам дает всем удачи люблю целую до свидания ставьте лайки пишите комментарии что способствует протяжении моего канала всех люблю целую пока